Всем привет! Сейчас я вам расскажу, как можно выучить бесплатно Python и C++. Обойдемся, пожалуй, без лишней воды. Видео будет супер короткое. Я вам покажу, что нужно сделать. Заходим на Coursera. О, и она сразу выдает специализацию по Python. Сейчас я вам покажу. Это очень классная специализация. University of Michigan. Классная она в том, что она короткая, но при этом покрывает, в принципе, все, что вам нужно. От начала языка самых примитивных, как напечатай, например, Hello World, и заканчивая парсингом сайтов, обработкой каких-то крупных массивов данных и даже, по-моему, рассылки email. В общем, большинство вещей, которые вам понадобится делать в рамках автоматизации своих каких-то процессов, обработки данных и тому подобное, такие мелкие непрограммистские темы, все покроются этим курсом. Курс, вернее, не курс, а специализация. Пять курсов можно пройти буквально за неделю, что я, собственно, и сделал, и тогда вам даже не придется оплачивать курсы, поскольку первая неделя бесплатна. Вот, посмотрим на syllabus. Первый курс просто введения, потом структуры данных, какие есть в Python, использование Python для работы с вебом, использование баз данных и capstone проекта. Capstone я не делал, но, наверное, тоже классная штука. В общем, минимальный набор навыков, который вам нужен, чтобы работать с Python и автоматизировать всякие классные штуки, он здесь. В общем, берите и учитесь. Неделя времени, и с Python вы знакомы. Плюсы. С C++ такая халява, конечно, не прокатит. За неделю с плюсами вы не познакомитесь. Но вы все равно можете с ним познакомиться на достаточно хорошем уровне, обучаясь самостоятельно на курсере. Вот она, специализация. Искусство разработки на современном C++. Moscow Institute of Physics and Technology. Нажимаем. И вот она, эта прекрасная специализация от МФТИ Яндекса. Курсы. Если посмотреть на курсы, они знакомят вас с плюсами, начиная с самых примитивных азов тех же структур данных и всего прочего, и заканчивая уже какими-то более хитрыми штуками, которые проходят на курсе в ШАДе. Мне кажется, в ШАДе все равно чуть больше проходит, но в принципе сопоставимо вот с этими, с красным-коричневым поясом. Черные пока еще не дописали, но допишут, когда будет вообще очень круто. То есть, по сути, если у вас нет возможности заниматься в ШАДе, но хотите пройти хорошую подготовку по плюсам, вот она, вот она, эта специализация. Не стоит рассчитывать, что сможете пройти эту специализацию за неделю, конечно. Первые два курса я проходил полтора месяца, занимаясь очень-очень-очень много. Другие курсы я даже не трогал, потому что уже там началось обучение в ШАДе. Знания, которые я подчеркнул на первых двух курсах, мне сильно помогли чувствовать себя уверенно в ШАДе на курсе по алгоритмам и на курсе по плюсам, которые там достаточно. В общем, если хотите разобраться с плюсами, и у вас есть много времени, сил и терпения, вот он, способ изучить плюсы. Теперь вопрос, а как же все это изучить бесплатно? Ведь курсеры теперь платные, и можно только лекции послушать бесплатно, за все остальное нужно платить. Даже если сертификат не нужен, как-то же нужно поздавать с домашки. Без домашек толку нет. Выход есть. Вам нужно просто подать заявление на financial aid, финансовую поддержку. Вам даже не нужно писать объяснение по поводу того, почему вы хотите financial aid. Вы можете написать что угодно, там не важно, а потом подождать 15 дней. Financial aid одобряют всем, кто так сделает. Просто нужно подождать. И еще проблема в том, что financial aid одобряют лишь на один курс, а не сразу на всю специализацию, то есть вам придется подавать документы, как бы документы, каждый раз на новый курс. Ну, ничего страшного. Если вы хотите сэкономить, не платить 5000 рублей в месяц, то это отличный способ. При этом я считаю, что курсы, конечно, того стоят, чтобы заплатить за них, поскольку создатели реально старались и сделали крутой продукт. И ничего плохого в том, что заплатить, я не вижу. Но если вы не хотите, то есть прекрасный способ пройти те же курсы и не платить. Ну что, все в ваших руках. Берите и ботайте. Хотите плюсы? Хотите питон? Нужно лишь время и терпение. Напишите в комментариях, каким языком программирования вы пользуетесь и какой язык, на ваш взгляд, самый полезный для изучения. А если еще и скинете ссылку на какой-то курс, как этот язык учить, то будет вообще супер круто. Ну, а еще круче будет, если вы возьмете и подпишетесь на канал. Спасибо, что посмотрели. До следующего раза.